Друзья, приветствую всех вас! Как вы знаете, несколько месяцев назад мы согласились опубликовать части текста из моей последней книги «Церковь, общество, государство. Формат отношений» на моих социальных страницах. В течение этих месяцев эти части текста публиковались. Кто-то их читал, кто-то задавал вопросы, кого-то мы блокировали, потому что люди выходили из себя. Но я обещал в конце ответить на некоторые из ваших вопросов. Я собрал некоторые вопросы и подготовился, поэтому будьте снисходительны. Это всего лишь мой взгляд, всего лишь моя оценка происходящего. И в некоторых моментах я убежден, я буду их обосновывать текстами Священных Писаний, а в некоторых я не уверен. Некоторые соглашусь сразу и скажу наперед, я даже удалил, потому что это будет просто пробуксовка. Я просто не имею ответа на эти вопросы. Хочу вас заверить, что я совершенно как бы не комплексую на предмет того, чтобы сказать, я не знаю ответа на какой-то вопрос. Но если знаю, буду, конечно же, говорить. Итак, пожалуйста, если вам правда интересен или важен мой взгляд, то постарайтесь меня услышать. Как бы не ловите на словах. Иногда не получается подобрать точное слово. Иногда ты сказал, что ты потом понимаешь, что люди прочитали что-то по-другому. Поэтому настройтесь просто услышать то, как я мыслю, как я к этому отношусь. И старайтесь не вырывать отдельные слова из контекста. Так будет проще. И мне проще объясниться, и вам проще меня понять. Да, еще интересная оговорка. Я когда-то об этом говорил. Убежден, что божественный взгляд или истина, как мы уже выражаемся, в такой завершенной, в совершенной форме, она находится только у Бога. У нас, у людей, только фрагменты этой истины. Мы как бы каждый из своего окопа что-то видим, что-то понимаем и что-то объясняем. Когда самарянка говорила с Христом, она рассчитывала, что он очень понятно ей ответит на больной вопрос. Самаряне утверждают, что надо поклоняться на горе. Иудеи утверждают, что надо поклоняться в Иерусалиме. Похоже, это затяжной конфликт, и эту женщину это тоже интересовало. Она была набожной женщиной. Ответ Христа удивляет. Он говорит и не на горе, и не в Иерусалиме. И начинает объяснять совершенно новый взгляд на вопрос поклонения Богу, Отцу. Думаю, что и в нашей вот этой всей неразберихе, в которую мы все попали, кто-то больше, кто-то меньше, есть чистый божественный взгляд. Просто к нему трудно добраться с нашими наслоениями и уже преждевременными выводами. Потому что у каждого из нас есть свои позиции. Потому, как говорится, Господи, помоги нам иметь открытое сердце, и, возможно, мы что-то сегодня услышим оттуда, сверху, от Господа, и я в том числе. Итак, вопросы, которые задают люди. Первый вопрос задает Татьяна. Она пишет украинскую мовую, я не понимаю, Бог дает владу на зло? Я не понимаю, Бог дает власть для зла? На зло? Чи люди владу, яку дает им Бог, сами використовывают у своих злых намерах? Или люди ту власть, которую дает им Бог, используют в своих злых намерениях, для своих собственных целей, я напишу? То есть вопрос Татьяны, похоже, ее беспокоит, и она, я верю, искренне не понимает. Бог делегирует власть отдельному человеку на земле. То есть, во-первых, это правда, что Бог установил институт власти. Безвластие — это проклятие. Должна быть структура, должна быть концепция власти. Сотник, который состоял в военном формировании, хорошо это понимал. Я подвластный человек и имею у себя в подчинении воинов. Пока я нахожусь под властью у своего руководства, мне повинуются подчиненные. Если в силу каких-то причин у меня возникает конфликт с моим руководством, меня разжаловали, я потерял власть управлять своими подчиненными. Так выглядит концепция любой власти. Я попрошу вас, давайте сейчас не думать о государстве, мы к этому придем. Давайте посмотрим, скажем, на модель обычной семьи. Там тоже должен быть порядок. Почему установлены такие заповеди? Жена не должна властвовать над мужем, но быть в подчинении, под чином. То есть слово «чиновник», «под чином», да? Грубое, неточное слово. Может, русский перевод такой. Но суть понятна. Если жена будет властвовать над мужем, то есть она не признает власти над собой, семья не получится. Даже маленькие вопросы, где кто-то должен обладать правом последнего голоса, не получится решить. Будет раздор, будет конфликт. Мы на земле. Здесь нет гармонии, здесь нет полного уважения друг к другу. Здесь должен быть какой-то страх, какое-то почитание, в здоровом смысле слова, вышестоящей власти. Тогда будет порядок. Где-то у пророков там написано, как Бог накажет Иерусалим. Он говорит, я заберу у вас начальников, я заберу вельможу, я заберу разумных людей. И юноша будет смеяться над стариком. То есть это проклятие, это форма наказания, когда нет власти, когда без власти. Поэтому Татьяна спрашивает, неужели Бог может делегировать полномочия отдельному человеку для зла? Разумеется, нет. Разумеется, Бог за этим не стоит. Но люди, особенно в нашем испорченном мире, принимая эти полномочия от Бога, злоупотребляют ими. Я повторюсь еще раз. Не думайте, пожалуйста, о президенте. Не думайте о правительственном аппарате сейчас. Подумайте просто о себе, об обычной семье. Вы злоупотребляете власть? У вас есть такое или было такое, когда вы не справились со своими эмоциями, и вы чувствуете, что вы перегнули планку? Вы чувствуете, что вы надавили на подростка или на ребенка, или муж, воспользовавшись своим положением и покорностью жены, сломал ее? Ну, может, не полностью сломал, но унизил. Что-то в ней надломалось. Она его признавала. Она выходила за него замуж. И мы сейчас даже не говорим о светских людях, мы говорим о верующих людях. И то, признавая власть божественную, мы далеко-далеко не совершенны. Поэтому, пожалуйста, держите в сознании вот эту мысль, что есть идеальный, совершенный божественный взгляд сверху, как должен быть устроен человеческий социум и есть реальность, с которой мы имеем дело. Есть божественный взгляд на семью, что Бог сочетал того человека, да, не разлучает. А есть реальность, с которой имеет дело Моисей, когда он смотрит в глаза обиженной, униженной, раздавленной женщины и разрешает писать разводное письмо, разрешает то, чего Бог не разрешает. И когда Христа спросили, а как же Моисей разрешил разводиться? А он говорит, это из-за вашего жестокосердия. Это не был изначальный план. Бог ненавидит развод. God hates divorce. Отдельные переводы говорят. Ну, это понятно. Как Бог может приветствовать или благословлять развод, распад семьи, которую он сочетал? Это же понятно. Но есть замысел, есть совершенный взгляд, а есть реальность, повторяюсь, в которой мы живем. Поэтому, разумеется, Бог не дает отдельному человеку полномочия или власти над другим человеком для зла. Но люди падкинают, люди слабы. Почувствовал власть, человек привыкает к этому, ему это нравится. И он даже не замечает, как он этой властью злоупотребляет в личных интересах. Это наказуемо. Он теряет, такой человек, я считаю, теряет вот то, что называется уважением, он теряет способность позитивно влиять на людей, быть добрым примером, о чем мы поговорим позже. У него остается только сила. То есть, в его распоряжении армия, в его распоряжении, если о президентах говорить, о государствах говорить, в его распоряжении определенные военные формирования, полиция, судебная власть. И потому человек начинает этим злоупотреблять. Вот и все. Но Бог под этим не подписывался, потому что Библия очень определенным образом говорит, что все это создан для устройства общества. Есть другой взгляд. В противовес Татьяне Олег пишет, «Господь управляет всем через людей, и через праведных, и через неправедных. В его власти и правое войско, и левое войско». Дальше Олег пишет, «Нет другой власти, другого Господа Бога. Все силы, власти и господства, ангелы, архангелы, темные силы подчинены ему». Я бы не согласился с таким взглядом, потому что это очень такой ультракальвинистический настрой. То есть, все работает на задачи и цели, которые определил Господь. Так понимает Олег. То, что Бог может выравнивать ситуацию, то, что Бог может зло обращать в добро, с этим я не спорю. Бог вообще все может. Но я категорически не соглашусь, что Бог имеет у себя в подчинении дьявола темные силы, которые работают на его цели. Вот с этим я не соглашусь. Потому что мы представляем Бога в очень таком некрасивом, мягко говоря, свете. Если отвечать текстами Писания, то Павел пишет, «Затем конец». Мне очень нравится это выражение у Павла. Он объясняет «конец концов». То есть мы сейчас в определенном периоде, но это еще не конец. И у Христа спрашивали, когда придет конец, когда наступит твое царство. Он говорил, это еще не конец. Будут войны, будут эпидемии, это еще не конец. Он говорил и потом сказал, проповеданным будет Евангелие всем народу, тогда придет конец. Но мне нравится другое выражение у Павла, где он сказал, «А затем конец, когда Христос, который покорен Отцу, разумеется, из-за того, что он был покорен и действовал синхронно с волей Отца до такой степени, что говорил, «Все, что я говорю, я слышал у Отца, все, что я творю, я видел у Отца. Я ничего не делаю, прежде чем не увижу Отца творящего. Видевший меня, видел Отца». То есть это полная гармония с Отцом, полная покорность и послушание Отцу. Потому так и написано, что за то, что он был послушен, Бог превознес ему и дал ему власть. И превознес его. Но затем конец, возвращаясь к Павлу, который говорит, что сам сын предаст, старославянское слово, то есть передаст царству Отцу. И там написано, «И упразднит всякое начальство, всякую власть и всякую силу». «Упразднит» это значит лишит силы. На данный момент утверждать, Олег, то, что и начальство, и силы, и господство в подчинении находятся или в гармонии с Христом или с Богом, это ересь. Я не побоюсь это сказать. Это противник. Во многих переводах дьявол и вся его структура называется богопротивной. Как можно утверждать, что Бог через этих людей выполняет свою волю? И же колоссальная разница между человеком, который ищет воли Божией, о чем писали апостолы. Не будьте глупы, интересуйтесь в русском синодальном, познавайте, что есть воля Божия. Сколько у нас внутренней борьбы для поиска воли Божией и для смирения и подчинения себя Богу. У нас, у верующих, а что говорить о неверующих людях, которые открыто не признают Бога, которые всем своим образом жизни, мышления действуют вопреки Богу. Поэтому утверждать, что все эти темные силы выполняют волю Божию, то это ересь. Я вот открыто говорю, это ересь. То, что, повторяюсь, Бог может это все обращать и все равно его план будет завершен, это отдельный вопрос, это другой, мы и об этом говорили. Но утверждать, что это все работает на волю Божию, что эти темные силы выполняют волю Божию, это абсолютно неправильно. Вот, потому Христос упразднит, то есть лишит силы, заберет у них эту власть и покориться отцу. Переходим к другому вопросу уже, как мне там удалось, не удалось ответить, это уже такое дело. Виктор спрашивает, скажите, как именно церковь должна влиять на государство, в котором она находится? Приведите примеры сильной церкви в истории, которая влияла на государство. Виктор, вот смотрите, ваша формулировка вопроса очень такая абстрактная. Вот церковь как единица, вот государство как единица. И вы просите, чтобы я привел пример, как церковь влияла на государство. Но церковь это люди, равно как и государство. И я церковь, я составляющая церкви, у меня есть гражданство, я живу в этом государстве. Плюс многие верующие люди, это же не серая масса, это люди с разными точками зрения. Поэтому утверждать, что вот церковь как отдельная единица повлияла на государство, это очень такой абстрактный вопрос. Я бы больше свел его к практическому ответу, а значит и саму формулировку вопроса поставил бы иначе. Как я могу повлиять хотя бы на кого-то? На кого? На государство? А можно встряхнуть вот эту пыль всю, вот эту иллюзию, что мы влияем на государство? Это какое-то высокомерие за пределами нормы. Мы влияем на государство. Это что такое? Это откуда? Это с какой планеты? Есть я как человек. Если я могу на кого-то повлиять, то это на близкое окружение, на людей, которые меня знают. И я могу повлиять только добрым примером. Влияние это не применение силы. Если я только пользуюсь возрастом или положением в обществе, давлю на человека, требую чего-то от человека, и он вынужден считаться со мной в силу каких-то причин, это не влияние. Это не влияние. Влияние это когда человек независим от меня, но моя точка зрения или мой образ жизни привлекает его. Я не раз думал, если человек задает мне вопрос, это уже очень много значит. Если человек правда хочет узнать мою точку зрения, это колоссальная ответственность, потому что человек открывает дверь, не я ломлюсь в эти двери, ногой открывая эту дверь, потому что видите ли, я старше по возрасту, или у меня статус пастора, или я отец в семье, но это не влияние. Влияние это когда с той стороны дверь открывают и готовы услышать твое мнение по какому-то вопросу, и оно может повлиять на решение, которое примет человек. Вот что такое влияние. Поэтому избавьтесь от этих иллюзий. Я одному человеку сказал, слушай, пойдем на улицу, вон идет человек, давай попробуем на него повлиять. Зачем на государство влиять? Вон сидит человек, пойдем вместе попробуем на него повлиять. Он покажет увискала так, вы кто такие? Че вы? Кто вы вообще? Я вас что-то спрашивал. Он нас не знает, мы его не знаем, как мы на него повлиять? Правильно сказала мать Тереза, если ты хочешь изменить мир, иди домой и люби свою семью. Изменяй свое маленькое окружение. Пусть люди, которые тебя знают вблизи, видят в тебе добрый пример. И пусть они формируются в этой среде и вырастут порядочными людьми. Прежде всего, это твои дети. Поэтому я освобождаю себя от иллюзий, рекомендую вам освободиться от иллюзий, влиять на государство. Это очень абстрактное понятие. Вот смотрите, как повлиял Иоанн креститель на Ирода. Многие ли люди об этом задумывались? В основном прославляют крестителя, который говорил Ироду правду. И за это поплатился жизнь. Слушайте, какое огромное количество людей говорит правду матку, рубит, как мы говорим. И что? И что? Оно большого эффекта не производит. Посмотрите, я специально сегодня выписал отношения царя Ирода к Иоану крестителю. Есть четыре конкретных характеристики, как Ирод, царь, относился к пророку Иоанну. Первое, он его боялся. Иоанн Ирода или Ирод Иоанна боялся? А почему боялся? А потому что знал, что этот муж святой и праведный. Вот это влияние. Боялся. Второе, многое делал из того, что говорил Иоанн. Кто сегодня из современных проповедников или пастыри, или духовных наставников, или лидеров, имеет такое влияние на кого-то из президентов? Многое делал из того, что говорил Иоанн. Это влияние. Никто не мог принудить Ирода. Иоанн, этот человек из пустыни, это дикарь, извините меня, судя по одежде. Это влияние. У него ни армии нет, ничего нет. А его царь боится и многое делает из того, что он говорит. Это влияние. Третье, знал, что он человек праведный, то есть у него было свое представление об этом. Четвертое, он с удовольствием слушал его. То есть они проводили время, и Иоанн его наставлял. Ирод этим интересовался, приходил к определенным выводам и делал то, что говорил ему Иоанн. И одно из того, что утверждал, на чем настаивал Иоанн, это чтобы Ирод что-то делал по поводу своего брака. Он забрал жену у своего брата. Это аморально, это низко. И поскольку Иоанн был праведным человеком, в том числе он и об этом говорил. Дальше предположение. Я это не утверждаю ни в коей мере, но я просто допускаю эту мысль. Поскольку Ирод так боялся его, многое делал и с удовольствием слушал его, скорее всего Ирод был близок к тому, чтобы прогнать Иродиаду. И это он был готов сделать. Иродиада это чувствовала, она это понимала, что ей угрожает, что и ее, и ее дочь вышвырнут из дворца. Поэтому когда сложилась такая ситуация, что Ира там наобещал до полуцарства этой девушки, которая там танцевала, ну, дочери, та побежала к матери и спросила, представляешь, обещание такое дал, что попросить? Представьте себе, что из такого количества несмертных богатств эта женщина попросила об голову пророка. Женщина попросила, даже не Ирод, Ирод этого не хотел, Ирод этого не хотел, точно так, как тот царь, который бросил в яму Даниила, он этого не хотел, он просто связал себя словами уст, его просто поймали, он по глупости, по неосторожности подписал закон, Даниила бросили в ров, он сам прибежал туда и всю ночь не спал, бедный, Даниил, наверное, спал там между львами более сладким сном, чем царь на своей кровати, он утром прибежал, жив ли ты, Даниил, раб Бога живого, сберег ли тебя Бог, так переживал бедный, так точно и этот Ирод, он попал просто, он попал, а эти воспользовались этим, вот пример настоящего влияния, если мы говорим о влиянии церкви, вы говорите на государство, для меня это частный момент такой, частный подход, переходим дальше, имя человека неизвестно, спрашивает человек украинскую мову, че знает Александр Шевченко историю краины, в який он проживает, знает ли Александр историю Америки, и че знает він, наскільки христиане вплынули на формувание и развиток Америки, я думаю, все понимают, о чем вопрос, переводить нет смысла, как христиане повлияли на формирование и развитие Америки, знаю, я не скажу, что я там историк по образованию, что я именно изучаю историю Соединенных Штатов, но, конечно же, знаю, как христиане повлияли, особенно при зарождении, при становлении Соединенных Штатов, как христиане повлияли в составлении Конституции, отмене рабства в этой стране, конечно же, знаю, но я не знаю, знаете ли вы, что, скажем, упоминание Бога в Конституции США и даже в частных Конституциях отдельного Штата нигде не говорит или не конкретизирует то, что речь идет о христианском Боге или о Христе. Вы это знали или нет? Что имя Бог сознательно включено в Конституцию как общее понятие, и я даже выписал, не везде даже слово Бог употребляется, употребляется слово, выражение высшее существо, верховный правитель вселенной, творец, провидение, То есть, это сделано для того, чтобы другие верования, другие религии могли под этот термин, под эту категорию Бог или там творец, или правитель вселенной подставлять своего Бога, Аллаха, допустим. И потому это мы так думаем, что Конституция, она отображает исключительно христианское вероучение или доктрины. Принципы, да, принципы заложены библейские в общем смысле слова, но думать, что эта Конституция носит такой евангелистический характер, это не так, совершенно не так, потому, именно потому в Соединенных Штатах любые верования чувствуют себя комфортно и нет ущемления в правах. Христиане не имеют на основании Конституции прав больше, чем мусульмане или другие религии. Вот, ну просто, просто такой фрагмент, да. Также интересный момент не только относительно, скажем, Америки, как она формировалась, Европа таким же образом формировалась, Россия, например, еще там в царские времена, времена Петра и других, Елизаветы, Екатерины, приглашали селиться на русских землях протестантов, католиков не брали, вы знаете это, в основном протестантов, их было очень много, и именно в правительстве было много протестантов, европейцев, европейцев протестантов, кальвинистов, лютеран, было много, это исторический факт, например, даже Фаберже, это был протестант, или Карл Брюлов, известнейший художник, он был протестант, поэтому, да, я это знаю, но я решился сегодня рассказать один случай, который со мной произошел в Иерусалиме, может, лет 15-20 назад, он очень показательный был для меня, произошло следующее, мне нужно было попасть на одну конференцию, я там участвовал, и я не успевал, поэтому я взял такси, и за рулем оказался человек лет 70, мужчина, арабского происхождения, у него здесь же в машине лежал Коран, он был человеком набожным, я у него спросил, пока мы ехали, как давно вы живете в Иерусалиме, он сказал, я здесь родился, то есть, я говорю, вам, мне так стало интересно, я говорю, вам, вот, лет 70, и вы помните Иерусалим еще с тех времен, с детства, он говорит, конечно, я все это на глазах видел, как развивалось это государство, и как строился этот великий город, и он мне по дороге показывал, здесь не было строения, здесь были просто деревни, просто поселения, но когда в 48-м году основался Израиль как государство, вот, как развивался этот город, мне была очень интересность, и вдруг он меня спросил, а ты турист? я говорю, да, он говорит, а ты христианин? я говорю, да, он говорит, а как как ты относишься к мусульманам? и я говорю, ну, у каждого есть право верить, как он вырос, и это его личное дело, я вырос в христианской семье, мои убеждения христианские, вы, скорее всего, вот Коран читаете, молитесь Аллаху, это ваше дело и ваше право, вот мое настоящее отношение к мусульманам, за исключением, говорю, экстремистов, людей, которые в силу каких-то причин ненавидят христиан или иудеев или других людей, совершают теракты, вот этом я в исламе понять не могу, почему такой авторитарный подход к людям с другим мышлением, я говорил, конечно, осторожно, я понимал, что надо быть осторожным, но я это сказал, и он говорит мне, а, ты имеешь в виду этих идиотов, которые себя взрывают? Это люди больные на голову, они портят все и из-за этого всех нас представляют в плохом свете. Ну, мне как бы легче стало, я понял, что он отмежевался от этой группы экстремистов, радикалов, и вдруг он говорит, а, ты не думаешь, что вы христиане более радикальные, и вы причинили больше зла на земле, чем все наши экстремисты вместе взятые? Я так опешил, я говорю, христиане, что вы имеете в виду, какие христиане, вы о чем? Он говорит, ну, ваша же Америка христианская? Ну, так принято считать, что в своем большинстве да, христианская. Он говорит, а президент ваш, кто? Он мусульманин или христианин? А в то время Буш был президент. И я говорю, ну, говорит, что христианин, церковь посещает. Он говорит, вот именно. Посмотрите, что христиане сделали в Ираке, он говорит. И здесь у меня что-то произошло, здесь я вдруг понял, что он видит ту же войну в Ираке как войну христиан против мусульман. Он не видит ее так, как мы видим, или многие видят. Он это видит по-другому. Он видит, что христиане под именем, под знаменем Христа мстят людям другой религии. Ну, по крайней мере, это его, пусть будет субъективный взгляд, но я вот увидел, как человек мыслит. Я никогда так не думал, что это с молитвой к Иисусу Христу мы, как Америка, как нация христианская выполняем миссию в Ираке. И потом я еще читал историю колонизации, и я понял, что никогда Евангелие не получалось распространять на территориях, которые были колонизированы, потому что туда пришли люди, установили свое господство. И даже если христиане той же Британии, Англии или Франции не причастны к этим процессам, связанным с колонизацией, христиане ехали туда с добрыми намерениями поделиться в Индии или где-то еще вестью о Христе, их местное население не воспринимало, потому что они часть того государства, которое поработило и колонизировало определенную территорию. И когда я иногда слышу, как русскоязычные некоторые служители или пасторы живут надеждой, что они будут евангелизировать на оккупированных территориях, я вижу вот эту всю картину, и я понимаю, что это невозможно, это иллюзия, потому что по определению это оккупация, и туда ты не можешь прийти с евангелем, потому что часть общества, часть народа, который пришел на чужую землю, может у тебя и благие намерения, может ты человек с добрым сердцем, может быть ты даже и не поддерживаешь все то, что делает Россия, но евангелие от тебя воспринимать, я думаю, что не получится, по крайней мере вся история колонизации об этом говорит очень понятно. Дальше, вопрос несколько отвлеченный, предопределение Божье, насколько оно неизменно, Олег спрашивает, что было предопределением Божьим в случае с царем Езекией, если оно остается неизменным, забрать его жизнь, то есть жизнь царя на момент прихода пророка Исаии к нему, или допустить вот это рыдание Езекии и добавить 15 лет жизни царю Езекии. Так определение Божье остается неизменным, или, я уже добавляю от себя, Олег спрашивает, или все-таки Езекия мог повлиять на изначальное Божье определение относительно его жизни или продолжительности его жизни. Олег, я бы сказал, что это два разных момента. Воля Божья как определение Божье, вот что Бог определил для Езекии и провидение Божье. Знал ли Бог, как произойдут события и будут развиваться события. Я еще раз повторяю вам свой взгляд, что одно дело воля Божья, которую Павел даже подразделяет на три составляющих, благая, то есть добрая, угодная и совершенная, идеальная, совершенная, лучшее, что может быть для меня или для Езекии. Но познавайте, интересуйтесь, что есть воля Божья и разумеется, предполагается и покоряйтесь этой воле. Может ли человек не покориться с этой волей? Конечно, может, сплошь и рядом, конечно же, к сожалению, сколько было случаев, сколько еще будет, что я не покоряюсь воле Божьей, либо не знаю ее, как там Христос сказал, раб, который не знал воли Господина, бит будет меньше, а раб, который знал и все равно не сделал, бит будет больше. Так вот и в этом случае, да, это было Божья воля для этого царя, но это не освобождает этого языки от возможности просить. И повторяюсь еще раз, знал ли Бог, что будет таким расклад событий? Конечно, знал, конечно же, знал. И знал, чем это все выльется. И там где-то есть в Библии даже, что плакал пророк и говорил, вот какие последствия тебя ожидают, вот какие последствия будут. Знал наперед, и даже Христос плакал над Иерусалимом, знал наперед, и что? Не хотел по-другому? Так там же понятно написано, я хотел собрать вас, как птица птенцов, а вы не захотели. Вы слышите меня, да? Вот воля Божья, я пришел к своим, но вы меня не приняли. Я хотел, он плачет над этим городом, говорит, тебя разорят, детей твоих побьют о камни. Он этого хочет? Как это можно утверждать, что он этого хочет? Если он понятно говорит, я хотел собрать вас, а вы не захотели, поэтому остается ваш дом пустым. Поэтому одно дело хочет Бог, другое дело я не хочу этого. Потому воля остается свободной, и Бог, который обладает способностью видеть наперед, знает, каким будет расклад событий, и даже плачет и скорбит о том, что человек не соглашается с его волей. Идет вопреки его воле? Ну вот, приблизительно так я это вижу. Андрей спрашивает, почему, он в украинской мове пишет, «Чому, когда Бог карает какую-то страну, то страждают в ней все люди, независимо, чьи они верующие, чи нет, чи належат до церкви Божией, чи не належат, если церковь так отремлена от страны?» Андрей спрашивает, если утверждает, что церковь отделена от государства, почему в моменты кризиса или войны страдают все, и люди, составляющие церковь, и все остальное население? Во-первых, как можно отделить самих людей, поделить? Они здесь же живут, на этой улице, они часть этого народа, ты их не можешь в этом отделить, потому они страдают и боятся, бегут в бомбоубежище и плачут, как и все остальные люди. Это же не инопланетяне, потому когда нация подвергается каким-то кризисом, церковь это часть этой нации в этом смысле, но, что имеется в виду, что церковь инакова, она другая? Речь идет о ее ДНК, речь идет о духовных законах, или вы серьезно утверждаете, что христианин, который чтит Бога, совершенно ничем не отличается от светского человека, даже давайте возьмем самого порядочного светского человека, и среднестатистического христианина, вы серьезно считаете, что нет никаких отличий? Однозначно есть. Это прежде всего новая природа, это прежде всего духовные законы, которые Богом утверждены не для всего общества, а для церкви. Вы понимаете, что конституция написана для государства, частью которой я являюсь. А заповеди, они не для государства. Заповеди даны для Божьего народа. Бог когда-либо предъявлял претензии к языческим народам за то, что они не соблюдают заповеди. Но никогда, нигде. Даже языческие цари, там, Египет, полностью языческое государство, идолопоклонники, а Бог заботится, чтобы их дети ели хлеб. Иосиф приносит вот это откровение, фараон делает закрома, заготовки хлеба, кормят весь друг. Но египтяне остаются египтянами, язычниками. У Бога нет претензий к этим людям, а к евреям есть. Поэтому есть колоссальная разница. Мне кажется, вот здесь эпицентр большого недоразумения, почему и меня люди не слышат и не воспринимают. Я никогда не пытался говорить со светским обществом. Я проповедник для церкви, для людей, которые, по крайней мере, симпатизируют христианство, читают Библию, расположены к этому. Я пытался говорить, что говорит Господь, я вложу законы мои в мысли этих людей, я в сердцах их напишу. Вы можете это сказать о светском человеке? Кто-то из светских людей может такое сказать, что Бог вложил в сердце мое свои законы. Законов много, государственных, обычных. А вот есть люди завета, которые на уровне ДНК, на уровне духа, они другие. Соответственно, у них другое мировосприятие, самовосприятие. Соответственно, предполагается, что у них будет другое поведение. Особенно ярко это заметно на таких перекрестках истории, где требуется быть очень конкретным. Поэтому мне со светским обществом ровно до того перекрестка, где мы расходимся с Библией. Обычный светский человек не считает авторитетом Библии. Потому он поступает либо по ситуации, либо его принуждают к чему-то. Верующий, настоящий, он не сможет пойти против конкретных библейских установок. Меня и удивляют многие блогеры и даже пасторы, которые больше говорят в плоскости логики. Обратите внимание, как мало цитируется Библия во время этих всех обсуждений. Просто обратите внимание, как мало берутся тексты Библии, особенно Нового Завета, чтобы оправдать или осудить что-то конкретное, как должно вести себя. В основном это логика. Дальше Антонида или, возможно, Антонина опечатка спрашивает «Слава Богу, брат Александр, слушаю с удовольствием ваши проповеди. Господь говорит через вас. Я из России и ждала обвинений в адрес президента, ждала вашего субъективного мнения. Благодарю, что не становитесь на место Бога, чтобы судить народы и правителей». Дальше вопрос. Можно ли осуждать или ставить оценку своему правительству? Во-первых, Антонина, извините, если я ошибаюсь, но буду вас так называть. Во-первых, Библия говорит, духовный судит обо всем. Когда мы говорим «судит» или слово «суд», мы не должны предполагать вердикт, то есть ярлык, который мы вешаем, он такой или она такая. Мы должны с этим быть очень осторожны. Но суждение, у нас все равно встроен индикатор. Мы судим обо всем. Обо всем абсолютно. Нравится нам эта одежда, эта студия, этот человек, эта пища. Мы так созданы, в отличие от животного мира, что у нас есть понятие суждения. Даже апостол Павел написал «мысли наши то осуждают, то оправдывают одна другую». Это постоянная внутренняя борьба, это постоянный внутренний диалог с собой. Поэтому утверждать, что у вас нет суждения о происходящих событиях, будет неправдой. Простите. Допускать то, что у меня нет суждения относительно всех этих громких, огромных, трагичных событий, это иллюзии. Конечно же, есть у меня это суждение. И, конечно же, я его выражал и не один раз, и на своих социальных страницах, и в своих молитвах, и в своих беседах, и в своих поступках, как мы вели себя как церковь, как я веду себя как отдельный человек. Конечно же, у меня есть суждение. Разница, наверное, только в том, что я избегал резких фраз, резких слов, или оскорблений или унижений кого-либо. В этом случае, да, я стараюсь контролировать свою речь, чтобы не поступить так, как мы читаем у апостола Петра, и, кажется, у апостола Иуды похожая мысль, где архангел Михаил спорил с дьявола. Вдумайтесь, архангел Михаил, который величина, один из трех, насколько я понимаю, самых величественных архангелов, Гавриил, Михаил, и тот же дьявол, который стал дьявол, он таким не был. Он был создан быть в присутствии Божьем, и он был в присутствии Божьем, но потом что-то произошло, и они оказались по разную сторону баррикады. И теперь они встречаются, они же знают друг друга, они же знают хорошо друг друга, у них же общее начало было, да? И теперь у дьявола, который не признает Бога, не признает власти Божьей, не признает суверенитета я скажу так, у него нет тормозов, он что хочет, то и делает, он абсолютно никого не празднует, а архангел Михаил не так, он подвластный Господу Богу, потому он боится превысить свои полномочия, потому так написано, что архангел Михаил не смел, не позволял себе произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь, то есть он знал свою границу, что можно говорить, как можно выражаться, а как нельзя выражаться, потому в этом случае я, конечно, приношу извинения, что я провожу отчасти такой параллель между собой, но я действительно стараюсь со всех сил контролировать свою речь, чтобы не переступить какую-то границу, меру моего познания, и между тем, все равно я определенно и понятно, как мне кажется, как мне думается, осуждал и осуждаю то, что делает Российская Федерация на территории Украины. Следующий вопрос, Александр, гнев, особо распространенная эмоция во время войны, которая есть у людей, независимо от их религиозных взглядов. Можно ли гневаться правильно? О Боге написано, что Бог праведен даже во гневе, то есть его гнев, как реакция на происходящее, он чист. Чист, когда я говорю чист, я имею в виду, что он, этот гнев, не в ответ на ущемленное чистолюбие, да, а он абсолютно объективен. Если Бог и гневается, то он есть мерило того, что сделано неправильно, и вот этот поступок отдельного человека, который Бог определяет как неправильный или порочный, вызывает в Боге такую реакцию на этот поступок. Но это не потому, что задето Божье чистолюбие, я так понимаю, да, потому Бог праведен в своем гневе, и у него реакция чистая. В нашем случае гнев, как реакция, он допустим, он не просто допустим, он неизбежен, это все равно, что я прикасаюсь к горячей плите, это реакция, мне больно. Когда я вижу человека, который меня унизил, и унизил целенаправленно, осмысленно, потом еще повторил это, то есть это не случайность, это не совпадение, это человек намеренно сделал, да, это вызывает во мне реакцию, потом в этом смысле гнев объясним. Я даже не говорю оправдан, он понятен, он объясним, я не считаю это пороком, потому Христос так и сказал, гневаясь, не согрешайте, то есть он это допускает, но дальше говорит, солнце, да не зайдет во гневе важным. Имеется в виду, что когда ты уже занимаешь позицию, я тебе этого не прощу, я буду мстить, я до смерти тебе этого не прощу, то это уже не реакция, это уже решение, и это уже выбор. Ты сделал выбор, ты занял позицию, вот здесь уже опасно. Короткая иллюстрация, которая есть в моей книге «Церковь общества государства», советую вам внимательно, вдумчиво почитать, если вас правда интересует мой взгляд. Так вот, я там объясняю ситуацию, когда Симеон и Левий, братья, вырезали целое племя из-за того, что сын вождя этого племени изнасиловал их сестру Дину. сам пришел, сам сознался, они поняли, что они никак по-другому не смогут наказать это племя, и они притворились, что мы будем с вами родственниками, но вам для этого нужно обрезаться. Когда те согласились, и все мужчины в этом племени в один день были обрезаны, разумеется, они были в температуре, в болезни физической, Симеон и Левий напали и вырезали всех мужчин, вырезали всех мужчин, забрали в плен женщин, все имущество, теперь Иаков, их отец, как праведник, дает оценку их поступку. Он говорит, проклят гнев их, ибо жесток. То есть, он проклинает гнев, которым двигались эти два мужчины, два брата. Послушать их, они сражались за честь своей сестры. Похвально. Показательный пример. Всем дали понять, что мы с каждым поступим, кто вот так будет вести себя по отношению к нам. Но если соизмерить объем преступления, которое совершил сын этого племени по отношению к Дине, и то, что сделали эти люди, то это абсолютно несоизмеримо. Потому я так и говорил, что если даже учитывать, что Россию провоцировали со стороны Запада, со стороны НАТО, это были много лет диалогов, и это постоянно нагнеталось, нагнеталось, но в сторону России никто не запустил никакой ракеты. И никто не сделал никакого поступка. Если бы в сторону России полетела хотя бы одна ракета, так как Хамас когда-то запустил террористы запустили ракеты в сторону Израиля, то поведение Израиля в ответ на это совершенно другой расклад событий. Совершенно другой расклад событий. Следующий вопрос. Светлана спрашивает, почему богато российскомовных пастырей мовчать? Вони же бачить, что щоденно трапляется бомбардуванием мест Украины. Они же видят, что каждый день бомбят города Украины. Почему российские пастыри ничего не говорят? Адже питание не в том, чтобы ризыковать, а про звичайность пивчутя. То есть вопрос даже не в том, чтобы подвергать себе риску, а просто вопрос в том, чтобы иметь хотя бы сострадание, пишет Светлана. Я вот себе сделал пометку Светлана и все, кто слышит этот эфир, я записал себе, что я бы разделил всех русскоязычных пастырей на три таких категории. Первое, они молчат, потому что боятся. И я это говорю без осуждения, абсолютно без осуждения. Они боятся за себя, боятся за свою семью, сколько историй таких, я знаю, что ночью непонятные люди побили машину, люди бежали, пасторы бежали в течение суток, двоих, бежали в Европу, забирали свою семью, бросили все нажитое, не знаю, вы знаете об этом или не знаете, я знаю. Эти истории это просто те люди, которые не согласились работать с ФСБ, вот, потому есть страх, есть страх за общину, закроют, накажут, пойдет цепная реакция, встал против политики государства, что здесь сложно, человек боится, более того, я вам скажу, не смейте унижать этих людей, я думаю, что если поменять местами некоторых русскоязычных пасторов с украиноязычными пасторами, все было бы точно так же, просто мы говорим здесь из позиции, когда, скажем, мне не угрожает, или наоборот, украиноязычные пасторы не страдают, потому они кричат, кричат от боли, а что им остается делать? Требуют, взывают, молятся, это все понятно, но если поменять местами, наверное, картина была бы приблизительно такой же, более того, на территории России есть целый ряд украиноязычных, даже, может правильно сказать, пасторов украинской национальности, достаточно много, то есть они украинцы по месту рождения, но в силу вот этого режима и этой ситуации не просто молчат, потому это одна категория людей, вторая категория людей, которые молчат, но внутренне это осуждают, болеют этим, таких людей много, я склонен думать, что таких людей, ну точно хорошая половина, может быть большинство, я сейчас о пасторах, о пасторах, с которыми я общаюсь, о пасторах, которые вот как минимум эти годы последние ездят на оккупированные территории и очень много служат людям, которые там пострадали, служат точно так же, как и с этой стороны, служат украинские пасторы на границе боевых действий, помогают, возят сотни людей с русскоязычных церквей, молодежи ездят и служат там, они просто это нигде не афишируют, нигде не выставляют, потому что подвергаются очень большой критике, и они боятся это делать, потому что сразу приезжают местные средства массовой информации, берут у них интервью и разумеется придают этой благотворительности политический окрас, что, мол, вот смотрите, что Россия делает и как она служит пострадавшим на территории вот тех оккупированных городов. Люди этого избегают, я знаю, мне об этом рассказывают, они этого избегают всячески, но они точно такие же христиане, они также со слезами это делают, они точно также служат там людям, вот, и просто их подозревать в какой-то подлости или подозревать в каких-то злых намерениях, я бы, мягко говоря, не советовал. не советовал, вы не знаете сердце этих людей, вот, потому это вторая категория, которые молчат, но делом доказывают, что они также любят людей и служат им. Третья категория людей, это те люди, которые приветствуют войну, которые видят в этом какой-то духовный смысл, видят мессианскую задачу России спасти мир от разложения и сделать его полярным и потом прийти на эти территории и насаждать христианство, ну, приблизительно так. Вот, конечно, вот эта группа людей сильно огорчает. Я считаю, что эти люди находятся в обольщении, и я лично с ними разорвал всякие отношения. Это ряд людей, с которыми я был знаком десятилетиями, в церквях, в которых служил со времени полномасштабной войны, и все связи, абсолютно все с ними оборваны. Я сожалею об этом, но я больше с этими людьми не общаюсь. Вот, поэтому вот так я ответил бы на ваш вопрос, Светлана. Последний вопрос, здесь есть еще некоторые вопросы, но просто время вышло. Роман спрашивает, много верующих в Украине, украинской мовой запитаю, много верующих в Украине достаточно негативно ставятся до вас, то есть меня, Александр, в вашем отношении к войне в Украине. Чему так склалось? Чи есть у вас желание попросить прощения? Есть ли у меня желание извиниться или попросить прощения, потому что много верующих в Украине негативно ставятся ко мне касательно моего отношения к войне? Ну, приблизительно такой вопрос, да? Роман спрашивает. Первое, Роман, я смею утверждать, что значительно больше верующих в Украине благодарят за мою христоцентричную позицию. Когда я говорю христоцентричная позиция, я имею в виду, что все мои попытки примирения не были связаны с примирением народов, тем более на момент войны. Все мои попытки, если их аккуратно слушать внимательно, с открытым сердцем, были связаны с примирением христиан России и христиан Украины. Вот эта боль, которая была у меня и у многих людей, и у светских, и у верующих, у меня особая ревность, что разрывается само тело Христа. Получается, что национальные интересы каждого из государств стали более весомыми и значимыми, чем заповеди Христа, чем наше единство во Христе, чем само имя Христа, которое удерживает всех нас. Когда я писал, что я верю в единую апостольскую, неделимую, соборную церковь, почему это должно кого-то огорчать? И потому я и считаю, что это одна из причин, почему вот это крыло верующих людей в Украине, которое настроено более патриотически, оно не воспринимает даже малейшей попытки хотя бы склонять к миру, хотя бы молиться друг за друга, хотя бы допускать мысль что и с той стороны люди, даже если они не осуждают открыто войну, я имею в виду в России, то они скорбят по этому поводу, молятся и благословляют украинцев. Я даже знаю некоторых пасторей из России, которые тайно звонят периодически пасторам в Украине, анонимно разумеется, и говорят им, что я осуждаю все то, что делает мое государство, но я не могу это никому сказать, потому что за этим последуют тяжелые последствия, но я хочу, чтобы ты, хотя бы ты один, был свидетелем тому, что я это не приветствую, я это осуждаю, мне нужен хотя бы один свидетель, когда все это безумие закончится, чтобы ты подтвердил, что я в этом лагере, и я молился за мир, и за окончание войны, и я осуждал то, что делает Россия. Вот даже такие есть случаи, просто вот так, поэтому я действительно думаю, что я подвергаюсь критике со стороны вот этого крыла патриотически настроенных христиан, и я их тоже понимаю, я их тоже понимаю, вот даже несколько дней назад ко мне подошел человек и говорит, а как ты это себе представляешь, чтобы я не был патриотом Украины, и чтобы мой сын воевал, и я ему говорю, я не представляю это, как можно воевать и не быть патриотом, я это не представляю, но это обычный человеческий взгляд, если вы хотите узнать библейский взгляд, или мой взгляд, который я пытаюсь сравнивать с Библией, то я должен это сказать, что для меня это все ступени одной же и той же лестницы, просто кто на какой ступеньке остановился, патриотизм первая ступень, потом национализм, третья ступень нацизм, потом фашизм, как бы это грубо ни звучало, некоторые люди даже еще и точно не поняли, в какой стадии они находятся, поэтому я понимаю, что я подвергаю себя критике, но я не зря утверждаю библейские истины о том, что наше жительство на небесах, и здесь, конечно, шквал критики, люди не хотят это слышать, даже, даже, я помню хорошо, когда я на своих социальных страницах опубликовал четыре или пять текстов конкретных, таких, как Христос говорил, не собирайтесь сокровищ на земле, ваше жительство на небесах, вот эти все тексты, и человек, кто-то, меня же преимущественно христиане, мои подписчики, кто-то написал, Александр, какой идиот написал вот это все, и я ему начинаю объяснять, вот это, апостол Петр, вот это, Иисус Христос, то есть я там даже комментарий не прилагал, меня удивляет степень раздражительности, когда мы в этот вот период конфликта говорим о небесном, о втором пришествии Христа, о параллельном царстве, которого мы ожидаем, которое придет, вот, просто раздражает, поэтому, простите меня, я не знаю, как по-другому сказать, я должен извиниться, может быть, попросить прощения, да, если я был неосторожен в словах, если я где-то не пободрствовал, перегибал планку, хотя это все такое очень относительное, что именно я сказал, что именно не так, но если это огорчило кого-то или унизило, какое-то неосторожное мое выражение, я действительно сожалею, что в минуты таких скорбей, такой боли, потерь, еще я и добавил эту соль на вашу рану, я действительно сожалею, но в целом я хочу оставить вам надежду, когда-то это безумие закончится, мы все равно будем вместе, мы все равно обнимемся, я имею в виду церковь, я имею в виду церковь, даже в своем труде, церковь, общество, государство, я раз пять повторяю эту мысль, я обращаюсь исключительно к людям верующим, кто меня способен слышать, поэтому я говорю с церковью и прилагаю старания, чтобы хотя бы церковь сохранить единый вокруг личности Иисуса Христа, поэтому на этом я хочу закончить эфир, я пробовал ответить на ваши вопросы, я понимаю, что мое интервью разберут по цитатам, я предвижу, что отдельные блогеры снова получат высокий процент просмотров, я убежден, что слова по-прежнему перекрутят и придадут им не тот оригинальный смысл, который я имел в виду, вот смотрите, вот смотрите, за что обвинили Христа и распяли в принципе, пришли люди и сказали, мы слышали, как он говорил, я разрушу этот храм и в три дня его воссоздам, и вот люди говорили, мы это слышим, ну во-первых, если быть точным, то он не так говорил, он говорил, вы разрушите этот храм, а я его в три дня воссоздам, это надо быть точным уже, но фраза приблизительная, но там уже никто не слышал этих фраз, и тем более никто не старался их понять, это уже апостолы позже объяснили, что он хоть в виду имел, он имел в виду свое тело, которое вы разорвете, похороните, а отец его воскресит через три дня, он говорил о храме тела своего, но это уже никому не интересно, что он имел в виду, ты это говорил? Говорил, распять его, разорвать его, потому вот так поступают и сегодня, к сожалению, и когда я вижу людей, которые со мной общались на личном уровне, и они говорят, я перед Богом говорю, в личной беседе Александр это говорил, послушайте, человек не врет в том, что я что-то там говорил в личной беседе, но человек виновен и будет отвечать за то, что он берет цитату или фразу, которую я говорил, и отделяет его от общего контекста, это же вообще просто, это же так легко делается, вы же видите, сколько сейчас такого происходит, просто человек хочет распять, он просто запрограммирован на то, чтобы добивать и распинать, вот и все, поэтому я сказал, если строите какое-то представление обо мне, моей оценке происходящего, стройте это на основании того, что лично я говорил и то с уточнением того, что я имел в виду, помоги вам, Господь, я очень надеюсь, что этот эфир может кому-то принести хоть чуть-чуть утешения или может быть ясности какой-то, или может быть кто-то вздохнет и скажет, Господи, ай, правда, что же там и так запутались, помоги нам преодолеть это все, не заводиться, не стать перегноем в этом процессе, на полях этих исторических процессов, чтобы мы просто не перемололо всех нас, чтобы мы сохранили свою чистоту перед Христом, скоро все это закончится, милостью Божией, и мы снова будем жить, снова будем обниматься, молиться и благословлять друг друга. Храни вас всех, Господь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok